Здравствуйте! Здравствуйте, дорогие друзья, дорогие дети и их родители, и самые главные помощники, братья, сёстры. Меня зовут Зинаида Голубева. Я художник, преподаватель онлайн-школы русской росписи. И сегодня я проведу с вами мастер-класс очень милой композиции с лебедями. Это весенняя композиция, которую вы сможете вместе со мной нарисовать гуашевыми красками. Гуашевые краски лучше всего покупать художественными. Например, у меня, например, художественные краски мастер-класс моего ученика. Вот они так выглядят. Видите, написано мастер-класс. 12 цветов по 40 мл. Есть такие же упаковки, только квадратные. Там больше оттенков, но сами баночки маленькие. Все красочки должны быть открыты. Если у вас таких красок нет, добавьте сюда акварельные краски. И, может быть, ещё из других художественных материалов. Например, гуашь для детей. Там, где нарисованы всякие зверюшки. Можете комбинировать все эти краски. Кисточки нам понадобятся разные. Какие у вас есть плоские, круглые. Здесь особое внимание уделяется только удобству. Чтобы была хотя бы одна крупная кисточка, средняя и тоненькая кисточка. Или только большая и маленькая. Такие вот недорогие синтетические плоские кисточки везде продаются в канцелярских товарах. Желательно, чтобы у вас они тоже были. Заменить их можно, например, зубной щёточкой. Если сильно не нажимать на зубную щёточку, у вас получится такой же инструмент, как кисточка. Но, конечно, хуже по мастерству. Нам понадобится циркуль. Так как мы рисуем декоративное рисование, мы рисовать будем солнышко. Солнышко лучше всего или обводить баночку, или обводить по циркуле. Вот кому как удобно, чтобы оно не было вытянутым солнышком. И сейчас я вам эскиз буду очень чёткий рассказывать. Дорогие друзья, нарисовать на моих уроках можно различные пейзажи. Весны, лета, осени и зимы. Все они построены от простого к более сложным навыкам. Все разнообразны, и вы найдёте себе по душе. Приглашайте свою подружку, братика, сестричку. И садитесь, слушайте и повторяйте за мной, за художником. Высшей категории Зинаиды Голубевой. Я уверяю, что у вас всё получится. Когда мы подготовили все краски, водичку, то обязательно ещё готовим палитру. В художественных школах рисуют при помощи разведения на плотной листочке бумаги. Это так называемая палитра. Но я её не рекомендую. Почему? Потому что детки более младшего возраста так сильно втирают краску, что поднимается нижний слой бумаги. И тогда появляются на бумаге на вашей картине катышки, что недопустимо. Поэтому вы можете взять, попросить у родителей какую-нибудь старую тарелочку, блюдце. Можно рисовать с обратной стороны. Краски прекрасно смываются с фарфоровых тарелочек. И вам они ещё сослужат службу. Я, в частности, на такой блюдечке буду сегодня наводить цветовую гамму. Чтобы вам было понятно. Основной цвет, который я уделяю всегда большое внимание, чтобы у вас было достаточно белой краски. Белую краску лучше докупать в больших объёмах отдельно, в канцелярских товарах. Ну и теперь я приступаю к рисованию эскиза. Нам нужно взять мягкий карандаш и сделать нам дальний план. Дальний план мы рисуем от руки. Он может быть более холмистый. Он может быть под наклоном. Но находится этот дальний план чуть ниже средней линии по высоте. Значит, вот у нас высота. Вот видите, она у меня примерно в два циркуля. Также вы можете попросить своих родителей или помощников, чтобы определить середину листочка. Вот я нашла и опустилась ниже середины примерно на два сантиметра. С этой стороны я делаю так же и провожу линию по прямой. Я нажимаю сильно на карандаш, чтобы вам, друзья, было чётко видно. Вы старайтесь на карандаш сильно не нажимать. Иначе этот карандаш будет просвечивать под слоем гуашевой краски. Дальше мы будем распределять с вами и находить место расположения нашего солнышка. Солнышко будет находиться у нас в этом месте. Вот здесь. Что мы сделаем? Мы возьмем циркуль и поставим вот в этом месте. Смотрите как. В одной трети примерно вот сюда. Посередине вот этого участка. Посередине вот этого оставшееся неба. Посередине ставим циркуль. И проводим кружок. Кружок может быть и 5, и 6 сантиметров. Вот какой вы хотите. Вы можете нарисовать покрупнее солнышко или поменьше солнышко. Это делается по желанию каждого художника. Сейчас мы нарисуем с вами, я нарисую, а вы не рисуете. Вы смотрите. Почему? Потому что нам надо небо нарисовать, а потом мы будем рисовать с вами лес на заднем плане. Но нам нужно найти, как он будет рисоваться. Небо у нас прозрачное. Если мы сейчас карандашиком, посмотрите, набросаем, то будет просвечивать сквозь небо наша линия. А попробуйте сделать так. Вы смотрите сейчас, как я рисую. Вот я вот вам просто показываю. Видите? А потом, когда у нас будет уже небо готово, вы можете легонько карандашиком нарисовать. Или, если вы постарше, рисовать по памяти, не рисуя обрамление. Очень важно, чтобы на картине не видно были карандашные наши вот эти моменты. Эти карандашные эскизы у художников называются художественная кухня. Ни на одной картине у художника вы не увидите карандаш. Его обязательно нужно стирать или рисовать по памяти. Я вам нарисовала, а вы нарисуете, когда высохнет небо. Теперь мы переходим к переднему плану. К земле. Вот это на нашей земле будет располагаться речушка. И мы ее нарисуем от руки. Например, вот. Видите, как такой тюльпановидный цветок. Посмотрите. Дальше мы нарисуем рукав. Например, вот так. Во, выемку сюда. Можем сюда показать. Посмотрите, как получилось, что выемки у нас с двух сторон. Вы можете с одной стороны. Если вам тяжело, сделайте ровную линию. Но в середине речка покрупнее, пошире, чем сбоку вышло. Здесь, прямо на этой речке, мы будем рисовать лебедей. Но, опять хочу сказать, если мы сейчас их нарисуем, к сожалению, они у нас потом закрасятся, и мы их не увидим. Поэтому мы рисовать лебедей, так же, как и деревья на переднем плане, будем уже потом. А вы сейчас просто смотрите, как я рисую лебедей, которые я еще раз вам покажу. Смотрите. У нас здесь будут лебедушки. Одна. Я рисую, видите, в виде овальчика. И повыше другая. Посмотрите. Эти пятнышки, конечно, можно не закрашивать белой краской. Но мы очень жидкой краской будем рисовать и светлой нашу реку. Поэтому сверху белой красочкой мы это нарисуем. Я даже не буду сейчас продолжать. Вот в этом месте у нас будут лебеди. А дальше, когда все высохнет, мы будем рисовать деревья, которые только-только опушились. Покажем раннюю весну. Здесь нарисуем дерево. Чтобы оно было интересно, мы его нарисуем ствол с остановками. Раз, два, три. Видите? Потом делаем толщинку. Вы сейчас просто смотрите. Следующий, например, вот здесь будет ствол. Раз, два, три. То есть ствол у нас не по прямой идет, а как бы искривляется. Видите? И с этой стороны у нас будут березки. Березки мы будем рисовать фрагментально. То есть мы будем рисовать от начала до конца. Поэтому нужно очень важно нарисовать внизу пошире, чем вверху. Почему я не рисую сейчас это? Потому что мы с вами рисуем эскиз в цвете. И вся эта композиция, все эти стволы нашей линии, они будут нам мешать. Я второй раз буду рисовать карандашиками вместе с вами, так как это у меня тоже будет учебная работа. Очень хорошо, если у вас есть дополнительные цвета. Вот как, например, такой сиреневый цвет. Если в гуашевой краске его нет, вы берете бордовый, ой, сиреневый цвет в акварели. А в гуаше есть бордовый цвет. Вот. Им тоже будем рисовать. Сейчас мы с вами приготовим, какой цвет нам нужно для солнышка. Мы берем белый, желтый, это половина солнышка. А второй будет белый с бордовым. Итак, подбираем нашу кисточку. Я буду рисовать кисточки синтетические, среднего размера. Сейчас на различных кистях ставятся номера очень разные. Вот если вы посмотрите на каждую кисточку. Видите, написано кисточка номер 10. На самом деле это зарубежная маркировка. А номер этот пятый. Вы можете взять большую кисточку, беличью или пони. Но солнышко у нас недостаточно большое. Поэтому мы будем рисовать сначала солнышко. И возьмем с вами белый цвет и желтый. Белый. Посмотрите, беру я белый цвет. Чуть-чуть желтого. Чуть-чуть. Потому что надо, чтобы наше солнышко было очень светлым. Смотрите. Когда вы взяли, вы берете половинку, обводите до карандаша. Можете закрыть этот карандаш. И аккуратненько закрашиваем. Вот такими движениями сверху вниз. Попробуйте. Потом мы вымываем кисточку. Протираем ее или влажной, или сухой тряпочкой. Или любой салфеточкой. Вот так. Потому что нам нужно взять белый цвет и бордовый. Я беру цвет бордовый в гуашевой краске. Вот такой. Получился розовый оттенок. Закрашиваем до середины наше солнышко. Получилось солнышко из двух половинок. Теперь я вымываю кисточку, вытираю и влажной кисточкой размазываю вот эту среднюю часть. Можно даже выйти за границу. Тогда у нас получится. Посмотрите. Очень плавный переход цвета. Теперь давайте поговорим о том цвете, который нам понадобится на небе. Небо мы будем рисовать от самого края до линии горизонта. Не обращая внимания на наш задний план. Для этих целей, вы запомнили этот задний план, я убираю наши деревья. Они у всех получатся по-разному. Не переживайте. Стираю при помощи карандаша. Вот так. Почему же мы тогда не рисуем небо не до конца? Потому что мы можем где-то не доделать краской фон. То есть мы будем останавливаться до линии нашего заднего плана. И это будет некрасиво смотреться на рисунке. Как будто вы остановились и здесь будет или затек, или капелька. Поэтому мы будем рисовать сверху вниз. Вот так. Готовим цвет для неба. У меня есть белый с сиреневым. Посмотрите. Вот этот бордовый цвет, простите. Потом белый с сиреневым. Вот этим цветом. Вот так. Я его сюда так приложу. Или вы подкладываете цвет, который называется фиолетовый. В гуашевых красках. Вот он такой темного цвета. Это фиолетовый цвет. Если у вас нет сиреневого. Потом обязательно берем и накладываем цвет, который называется серый. Значит, берем белый цвет и черного чуть-чуть добавляем. Чуть-чуть. Получается серый цвет. Видите? И у нас получается небо из трех оттенков. Белый с бордовым. Сиреневый цвет или цвет... Сейчас я побольше наведу краски. Или цвет, замешанный с акварельной красочкой. Или с фиолетовой. И в таком виде мы начинаем рисовать. Прямо сверху рисуем. От самого верха. Рисуем неравномерно. Почему неравномерно? Потому что я где-то выше, где-то ниже делаю. Теперь я добавляю серого цвета. И докрашиваю уже с оттенком серого. Так как они у нас уже намешаны. Посмотрите. Можем перебегать с одного цвета на другой. Теперь добавляю цвет. Сиреневый. Поскольку у меня цвет такой есть. У солнышка. Белый с бордовым. Розовый. Вот так. Дальше возьму серого цвета. Смотрите. Всего три краски. Нам надо обойти вокруг нашего солнышка. Если у вас не очень плавные получаются переходы. То вы можете использовать технику размазывания. Как я на солнышке показала. То есть вы берете и чуть влажной кисточкой размазываете. Так же вы можете попросить своих помощников. Чтобы вам показали. Стараемся обводить наше солнышко очень хорошо по карандашу. Но если местами где-то вы заедете. Совершенно это не обидно будет. Мы же не компьютер. Мы рисуем от руки. А это иногда очень тяжело сделать. Даже взрослые иногда не могут сделать обводку круглой части. Ну а мы с вами вот как. Дальше мы идем в бордовый цвет. Переходим. Белый с бордовым. Вот такой розовый красивый цвет. То есть получается, что мы с вами рисуем одинаковыми оттенками. Но постоянно чередуем. Надо было побольше мне развести краски на палитре. Видите, чем хорошо разводить краску на кафельной плитке или на тарелочке. Лучше на кафельной плитке. Потому что плитка не впитывает краску. И она не поднимает слой бумаги. И в этом ее самая главная радость. Берем сиреневый опять наводим. У меня не хватило краски. Потом белый с бордовым цветом. Мы рисуем с вами декоративный пейзаж в технике иллюстративного жанра. Этот жанр позволяет оформлять свои сказки, стихи, если вы пишете. Или рассказы, дневники. Все картины, они удивительно похожи на различные времена года и разные характеры. После обучения можете развесить ваши картины на стену и сделать свой вернисаж по каждому времени года. Или за одно времени года, которое вам ближе всего по душе. Ведь впереди у нас каникулы. И куда бы вы ни поехали, там где есть интернет, вы можете сесть и рисовать вместе со мной такую красоту. Теперь у нас с вами идет речка. Я стираю наши линии, которые мешают нам. Я стираю наших будущих лебедей, которые прилетели весной. Потому что речка будет очень похожа по цветовой гамме, как небо, отражение в небе. Итак, мы рисуем сейчас отражение солнышка. Нам нужно взять белый и желтый цвет. Так, сейчас я готовлю на желтый цвет. Вот так. Теперь я нахожу это место. Вот так. И рисую наше солнышко. Видите? Вымываю кисточкой в воде и растягиваю на белый бордовый цвет. Рисуем белый бордовый цвет. У нас получается розовый оттенок. Мы рисуем в одну сторону и в другую. Заходить за края наших обрамлений речки я рекомендую, потому что это тяжело сделать. Когда мы это сделали, посмотрите, с одной и с другой стороны, то мы вымываем кисточку, отжимаем ее, посмотрите, и размазываем в этом месте. Получается очень плавный переход. Видите? Ну, а дальше нам нужно взять сиреневый цвет. Белый с сиреневым. И завершить цвет нашей фантастической воды. Обводим речку и закрашиваем. Посмотрите, как она. Мазочки ложатся уже совсем по-другому. Жанр иллюстрации – это жанр буквально волшебства. Вы можете продумать свои работы после того, когда вы обучитесь на моем курсе. То вы сможете по данным композициям нарисовать свои интересные фантазии в жанре декоративного пейзажа. Потому что вы научитесь соединять краски. Рисуем обязательно до краев, чтобы у нас не было ни одного зайчика пропуска. Это очень важные навыки для художника. А когда вы постепенно изучаете эти навыки, у вас они потом откладываются. И где бы вы ни находились, вы эти навыки можете использовать. Пока у нас сохнет речка, мы переходим к нашему заднему плану. Я беру карандаш. И вы можете взять. И рисуем теперь вот наш задний план. Он может быть маленьким. Он может быть побольше. Вот просто рисуем вот такие вот. Вот туда. Видите? Сделаем небольшой пропуск здесь. И теперь мы намешаем наш лес. Сейчас я свою палитру вытру. Салфеткой. Для этих целей, конечно, лучше держать кафельные плитки. Лучше кафельные плитки иметь с запасом. Потому что после урока вы можете воспользоваться и вымыть несколько плиток, которые вы испачкаете. Вот. Теперь мы выбираем наш задний план. Так. Задний план это лес. Берем белый цвет. Накладываем на палитру. Берем цвет зеленый. Вот такой ярко-зеленый цвет есть во всех красочках. Чуть-чуть на носик. Поскольку нам у нас много леса, нам надо его, чтобы у нас краски хватило на всю нашу заднюю панораму. А теперь возьмем ультрамариновый цвет. Это вот такой голубой цвет. Чуть-чуть добавляем. И получается очень интересный цвет. Чтобы было больше голубого, чем зеленого. Проверяем. Можно чуть потемнее сделать. Светло у меня вышло. Потемнее чуть-чуть делаем. Вот. Посмотрите. Можно даже до конца не перемешивать. Тогда у нас получится меланжевый цвет. Можете одним цветом. Аккуратненько берем и рисуем наш задний план. Стараемся не вводить вот этими, а рисовать прямыми линиями. Например, выше, ниже. После того, когда вы нарисовали, у вас краска еще не высохла, вам можно взять какую-нибудь кисточку, у которой есть деревянная древка. Видите? И прямо от края процарапать веточки. Пусть они выходят за край нашего дальнего плана, потому что у нас с вами здесь будет цвет земли, а он будет темный. Посмотрите, как получилась наша история. Теперь с другой стороны делаем то же самое. Вообще не боимся за линию горизонта выходить, потому что, а что нам там бояться, если у нас там будет темная земля. Теперь то же самое делаем с нашим лесом. Видите, как получается разноцветный лес. Он даже местами где-то более светлый, где-то более темный. Прямо игра получилась у нас. И теперь так же мы рисуем нашими веточки методом процарапывания. У нас появляется свет неба, а еще в начале лета, в конце весны нет еще такого зеленого леса на заднем плане, а есть просвечивающий лес, который мы с вами как раз и нарисовали. Только нужно это делать быстро, иначе у вас быстро высохнет краска, и вы не сможете его сделать. Теперь нам нужно нарисовать передний план. На переднем плане, сейчас я вытираю салфетки наш задний лес. Теперь нам эта краска не понадобится, и мы будем рисовать землю. Так. Какой же у нас будет земля? Это у нас сложный цвет. Нам нужно уметь комбинировать цвета. Какие мы цвета будем комбинировать? Это в первую очередь белый цвет. Раз. И цвет охры. Охра цвет есть во всех куашевых красках. Это цвет дерева. Вот мы его так и намешали. Получился бело-охристый цвет. Вымываем кисточку. Готовим следующий цвет для нашей земли. Это серый цвет. Накладываем на палитру белый цвет. Много, потому что нам нужно много серого цвета. И делаем серый цвет. Вот такой. Видите, темнее того, что мы делали на нашем небе. Вымываем кисточку. Делаем сиреневый цвет. Потемнее, чем было у нас на небе. Можно взять белый с бордовым. Вот такой цвет. И остается коричневый цвет. Коричневый у нас есть. Он темный. Где у нас коричневый? Вот он. Поэтому мы его приглушаем. А приглушаем мы его с охрой. Берем охру. Смешиваем с белой, с коричневым. Видите? И начинаем рисовать наш задний план. Проводим линию. Можно не до конца. Потом берем серый цвет. Вводим сюда серый цвет. Сиреневый цвет. Вот. Потом можно охру немножко добавить. И доделать нашу. Серый цвет. Умейте не только комбинировать цвета, но и доверять своей кисточке. Вот такой красивый у нас получился цвет земли. Подходим и рисуем аккуратненько линию нашей воды. Вот так. Теперь то же самое рисуем на переднем плане. Берем белый цвет с черным. С коричневым. Отвели. Не обязательно обводить от начала до конца. Потому что если у вас не будет цветовой поддержки, то у вас, вы можете, у вас может быть, эта линия будет очень выделяться. Поэтому я рекомендую ее рисовать разным оттенком. И бордовым, и коричневым, или сиреневым. Какой у вас цвет есть. И теперь нам остается дорисовать наши места. Обязательно смотрим, чтобы у нас все абсолютно мазочки выходили за край границы листа. Абсолютно. Чтобы не было ни одного зайчика. Посмотрите, как красиво у нас получилось. У нас речка высохла. Поэтому мы вымываем кисточку. Откладываем в сторонку. Потому что берем карандаш. И будем рисовать с вами деревья. Для деревьев я рекомендую брать поменьше кисточку. И плоскую кисточку взять. Вы можете рисовать или узкой плоской кисточкой, или кисточкой номер 3. Это для деревьев. Это средние кисточки. Итак, мы сначала рисуем с вами лебедей. Рисуем. Раз. Лебедушку. Два. Стараемся делать еле заметные мазочки. Вот эти вот карандаш. Иначе у вас лебедушки будут. Теперь мы делаем линию головы. Раз. Линия головы. Лебедушки. Клювик. Вот так сюда. И покажем крылышко. Вот сюда. Хвостик. Первая лебедь готова. Вторая лебедушка может или сидеть ровненько, смотреть скромно вниз, или смахивать крылом, как будто она только прилетела. Посмотрите, как несложно нарисовать лебедей. Мы рисуем туловище. Внизу делаем прямую линию. Крылышки делаем. И у нас получается лебедушка и лебедь. Вы можете клювик в воду опустить. Тут вы можете разные повороты сделать. Вы не ошибетесь. Ну, а теперь нужно нам рисовать деревья. Раз. Два. Три. Четыре. Также здесь делаем. Раз. Два. Три. То есть, даже если мы делаем ветки, то мы делаем обязательно, видите, искребленные. Теперь берем белую краску. Чисто белую краску. И рисуем этой краской лебедей. Не добавляем ничего. Клювики не закрашиваем. Можно взять маленькую кисточку и четко обвести ваших лебедей. Если вам тяжело крылышки рисовать, рисуйте без крылышек. Как будто птички сидят и спокойно на воде. Вот так. Вот наши лебедышки. Как бы вы хорошо не закрашивали, все равно они у нас приобретают цвет. И это большой плюс, потому что здесь у нас они автоматически стали объемными. Посмотрите, у нас наши птички не плоские, а объемные. Пока они сохнут, мы будем рисовать с вами деревья. Чтобы деревья нарисовать более уверенно, нужно перевернуть нашу работу вертормашками. Это главный секрет. И начнем рисовать оттуда с березок. Также берем чисто белый цвет. Берем белый цвет. Ставим кисточку. Вот, отходя от края примерно 3 сантиметра. И ведем до самого верха. У вас березы получатся с цветом, так же, как и лебеди. Это большой плюс. Можно сделать под наклоном березку. Посмотрите. Можно сделать 3 березки разной толщины. Как у вас получится. Вот так. А с этой стороны у нас деревья. У нас здесь коричневый цвет есть. Мы добавляем синий цвет. Цвет ультрамарин в коричневый цвет. Перемешиваем с коричневым цветом. И получается стволы. Вы также можете их вывести до самого края. То есть, так же, как я только что показала вам. Как березы. Но если вы постарше, то вы сделаете макушечку тоненькую. Это будет у нас целиком деревья. Это может быть, как ива, ракита. Это может быть ольха. Вот. Теперь нужно взять тоненькую кисточку и нарисовать веточки. Пожиже разводим нашу краску и рисуем веточки. Вот, дорогие друзья, делаем таким образом, чтобы наши веточки сошли за наше солнышко. Стараемся делать очень тоненькие, изящные веточки. Вот так. А у березы ветками рисовать не будем. Если у вас получаются тоненькие веточки, очень хорошо. Это тяжело сделать. А теперь сделаем полосочки на наших березках. Для этих целей мы берем кисточку плоскую. Теперь окунаем в это коричнево-синее цвет, добавив водички. И делаем полосочки. Где-то более яркие, можно бочком сделать. Если у вас нет такой плоской кисточки, можете сделать зубной щеткой. Внизу у нас полосочек много должно быть. Внизу березки темные стволы. Можете бочком ставить, кусочками. Только не делать, как делают в детском саду, детки, которые рисуют через определенные одинаковые расстояния, такие полосочки. Чем выше у березки, тем меньше должно быть у них этих полосочек и черточек. Вот. И у нас вышло все. Теперь, пока сохнут деревья, мы с вами дорисуем наших лебедей. Для этих целей мы возьмем цвет заднего леса. Задний цвет леса это белый, зеленый и ультрамариновый. Нам нужно его совсем чуть-чуть. Для чего? Для того, чтобы нам показать наших лебедей в объеме. Мы делаем нижнюю часть у лебедя. Это крылышко добавляем. Животик, хвостик. Чтобы наши лебедушки были объемными. И работаем тоненькой кисточкой. Если у вас не видно вашу лебедушку, добавьте белого цвета. Пожирнее. Вот. И теперь этим цветом мы делаем под лебедушками воду. У нас фантастическая картинка. Остается только нам бордовым цветом дать клювы. Другой цвет мы не вводим. И черным цветом поставить глазок. Вот для этих целей я использую точечку. Я даже беру гуашевую краску. Точечку. И ставлю здесь, здесь. Или возьмите зубочистку. И поставьте при помощи зубочистки глазки. Очень хорошо, если у вас получится над клювиком черный, черный поставить на рост у лебедя. Тогда это будет очень хорошо. Теперь остается сделать очень интересную историю. Нам сейчас нужно сделать нашу листву. Для листвы мы берем плоскую кисточку пошире. Если нету, пусть будет эта ваша узкая кисточка. Если нету, берем нашу щеточку. Конечно, для таких целей используется веерообразная кисточка. Но мы ее не используем. Мы используем только те материалы, которые у нас есть подручные. Итак, я беру... Давайте вот эту кисточку я и ставлю. А покажу здесь листву. А зубной щеткой покажу на березке. Нам нужно взять цвет листвы. Первый самый. Мы берем белила. Белила. Добавляем желтый цвет и зеленый. Тот, который очень-очень яркий. Желтый, белый и зеленый. Получается очень нежный цвет. Вытираем нашу кисточку, чтобы она была вот так. И теперь полусухой кисточкой я делаю вот такие легкие движения. Очень жидко разводить не нужно. Иначе у нас потянется цвет на наших ветках. Поэтому мы его легонечко делаем, опушаем наши деревья. Если где-то у вас вышло очень неловкое... Я могу до верха это сделать даже. Как будто вверху у нас там. Если у вас где-то не получилась веточка, она толстая. Вы можете сверху прикрыть ее аккуратненько. И она у вас будет прикрыта. Вот так. Посмотрите. Теперь возьмем, наведем этой красочки, чтобы нарисовать при помощи зубной щетки. Я вам это обещала. Смотрите. Вот так. Здесь я делаю вот таким образом. Сейчас я возьму, намокаю в красочки. И кое-где добавляю. Можно делать это при помощи старой кисточки. Ой, щеточки. Видите? У меня такая дешевенькая кисточка отдельно. Можно показать сверху веточки. Как будто бы уже наша березка оделась. Я это специально показываю для вас, чтобы вы не переживали, если у вас нету какого-то материала. В этом декоративном пейзаже можно очень легко заменить один инструмент на другой. А теперь нам остается только дорисовать наши весенние цветочки. Берем желтый цвет на нашу плоскую кисточку. И аккуратненько, легонечко делаем, вот так опушаем наши опушечки. Вы можете сделать голубые цветочки, беленькие цветочки. И здесь, чтобы вы не сделали, везде будет очень красиво. Делайте только рядочками. Вы же знаете, какие у вас растут дома подснежники. Старайтесь рисовать теми красками, которые сегодня мы с вами проходили. Не добавляйте сюда других красок. Тогда работа будет слишком пестрая. А мы рисуем в необычном цвете сочетание сиреневого, бордового, серого, желтого. На заднем плане, на полянке, вы тоже можете нарисовать цветочки. Но я это делать не буду. Посмотрите, как при помощи наших простых кисточек мы можем показать удивительную историю двух лебедей. Дорогие друзья, дорогие мои ученики, и те, кто меня знает, и те, кто со мной сегодня только познакомился. У меня записан прекрасный курс четырех времен года. Вы можете выбрать как одно направление. Например, ваше любимое лето или зима. А также вы можете все четыре сезона нарисовать и создать дома настоящий вернисаж. Пригласить в конце года на свою картинную галерею полюбоваться ваших друзей, знакомых, бабушек и дедушек. Я очень рада вам показать, какими разными могут быть приемы рисования гуашевых красок. А также, как их комбинировать, как использовать и рисовать различными кистями. Всему этому вы научитесь на моем курсе и станете настоящим художниками. И я верю в вас, дорогие друзья. Я уже говорила о том, что после того, когда вы научитесь на моем курсе владению и освоению декоративного пейзажа, вы можете оформлять такими пейзажами свои работы. Вы можете оформлять как свои комнаты, дачи, а также оформлять свои стихи, сказки, легенды. Это кто у нас самый такой креативный поэт. А также для тех, кто ходит из вас в музыкальную школу, запишите к вашей работе музыкальный этюд. Я прощаюсь с вами, но ненадолго. Мы с вами встретимся на моем курсе. С вами была онлайн-школа «Русская роспись» и художник-мастер Зинаида Голубева. До встречи, друзья! Дорогие друзья, я захватила кусочек трансляции урока. Этот урок вы смотрите.